Всем добрый день, музыкальный салон на Роэсси-Радио. Сегодня среда, средина недели, и в это время мы, как обычно, выстраиваем наш радиомост. Соблюжаем добрым словом и хорошей музыкой два континента, прямым эфиром из двух студий сразу. Всем огромный привет в замечательную октябрьскую погоду. Я даже не знаю, пробьётся ли сегодня солнце, но в Аризон-Бридж был просто необыкновенным, как будто большое облако, таким туманным, каким-то невероятным волшебством опустилось с небес, и, наверное, как-то предваряло начало нашего эфира. Это программа «Музыкальный салон», авторская программа «Сверджи Лофте», я, Юль Генюш, Максим Чельков и Катюша Субосиной. Мы сегодня снова шлём приветы, у них снова экзамены, а мы с вами остаемся на два часа в пространстве музыкальном, да ещё и с интересной встречей. Сегодня в гостях у нас удивительный человек. Ну, я сначала представлю, а потом мы уже дифирамбы друг к другу споём. Автор песен — это исполнитель, это и певец, и композитор Александр Добронравов. И, честно говоря, мне прям даже сложно в это поверить, что эта встреча возможна. Вы можете помнить его и как по «Весёлым ребятам» группе, потому что в конце 80-х он был очень известен там. Он просто пришёл на смену Александру Буйнову и сразу же завоевал все сердца и наши души. Ну, а дальше он просто сосредоточился на том, чтобы одарить нас такими хитами, как «Купательный уже сей вечера», как «Осень золотые листопады», которые мы сегодня обязательно послушаем, Иосиф Ковзон, Валерий Лётьев, Тамара Гварцители и много-много-много других очень известных и нами всеми любимых исполнителей, конечно же, с ним вместе работало. Привет, Саша! Добрый вечер, доброе утро, Америка, Нью-Йорк. Юлечка, привет, дорогая! Я очень рад нашей встрече и самое главное, что действительно так вот легко, непринуждённо, я бы сказал, даже спонтанно, ты меня нашла. Причём ты очень долго мне звонила на мессенджер. Да, такой, знаешь, звонок особый на мессенджере, он так пикает, и очень долго. И я не понимал, кто звонит, а потом я вдруг для себя понял, что не взять невозможно. И я беру, и ты дождалась то, что я снял трубку, и действительно так вот всё легко. Это было на той неделе, то есть у нас разгона не было. Просто представь, вот это Нью-Джерси, золотая осень, это любое, на самом деле, наверное, сейчас дорогу, которую я могу вспомнить. Ну, я ехала по парку, и вот эти вот золотые абсолютно листопады вокруг, и эта строчка внутри звучащая непрерывно твоя, да, потому что я как раз была свидетелем, когда вы с Сергеем Крыловым, Серёжа, записывали эту вещь, да, это настолько внутри, это невозможно было не соединить. Поэтому, конечно же, я начала пытаться соединиться с тобой и вытащить тебя на эфир. Мы должны сегодня услышать не только, как у поительной в России, вечера и историю создания этой песни, потому что создавалась она, я так понимаю, здесь, в Нью-Йорке. У меня будет много сюрпризов для тебя сегодня, как ожидаемых тобой, так и неожиданных, я надеюсь, встреч в частности. Ну, и, конечно же, сейчас, наверное, мы сразу начнём первую песню, которую послушаем, потом ты её представишь. Это будет не то, что мы с тобой, опять же, да, могли бы представить, но это она. Александр Добронравов в музыкальном салоне на Роэсэй-радио. Сложно поверить, но это так. Я из прежних дней заберу всё ценное. Яркий свет и блик огней, только сокровенное. Открою двери в новый, новый день, Ведь очистил ряд всего лишь тень. Открою двери в новый мир, Неизвестное, где-то впереди. Как, как много слов, Нотами расписаны, Стрелок, ход ведёт отчёт. По годам записанным Открою двери в новый, новый день, Где чищен ряд всего лишь тень. Открою двери в новый мир, Неизвестное, где-то впереди. Открою двери в новый мир, Я не боюсь в него пойти. Открою двери в новый мир, Путешествие по новому пути. Открою двери в новом пути. Стрелок, ход ведёт отчёт. По годам записанным Открою двери в новый, новый день, Где чищен ряд всего лишь тень. Открою двери в новый мир, Неизвестное, где-то впереди. Открою двери в новый мир, Я не боюсь в него пойти. Открою двери в новый мир, Путешествие по новому пути. По новому пути. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 В общем, песни все, все, которые решили вспомнить вместе с ним, те, которые он решил показать. Но вот «Открой двери» это вообще. Как давно она? Горячий пирожок? Нет. Нет? Это песня одна из первых написанных вообще мной в музыкальном композиторском сознании. Это песня где-то 82-го или 81-го года. А что-то она звучит-то вовсе не как в 81-м звучало. Ну-ка, колись, что-то тут не так. Да, но мы ее недавно просто сделали. Мы сделали ее специально для нашего большого, моего юбилейного концерта. Почему? Говорю нашего. Потому что рядом со мной сидит мой продюсер Антон Дорин, который... Серьезно? Да, 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 да. Ну, я же тоже с сюрпризами. Так же, как и ты. Я думала, только я. Хорошо, один-один. Нет, нет, нет. Пока один-один. Да. Поэтому, да, поэтому «Открой двери» я открывал в «Вегас Сити Холле». Это, да, у нас очень модная и современная, я бы сказал, такая рабочая площадка в столице Российской Федерации, в городе Москве. Вот. Очень, да, очень удобная, на полторы тысячи человек. Вот. И, в принципе, люди ходят туда. Вот. И мы открывали в 2018 году, 7 марта, мой сольный большой концерт именно этой песни. И почему-то вот именно на 83-м годе, да, году, да, мы зафиксировали именно эту музыку. И причем эта музыка, она была и музыкой. Просто как такая вот песня-музыка без слов с 83-го года она у меня лежала. И вот я предложил просто нашему продюсерскому центру нашей компании, вот, это Антон Дурин, Женя Рогов, вот, Костя Иванов, Хайковский наш компаньон, музыкант, оранжевывающий композитор. А Женя Рогов из Ленинграда, вот, он является автором слов, очень хороший парень, талантливый и музыкант, и поэт, и просто очень креативный человек. Вот наша команда, состоящая из вот таких вот ребят, мы решили и создали вот такой замечательный, на мой взгляд, современный и очень креативный концерт. Вот, и вот эта песня, которая сейчас тут только что прозвучала, она как раз открывала этот концерт 7 марта 2018 года. На ютюбе можно глянуть, там просто отличная картинка, живые музыканты, все очень правильно подобраны, смотрятся прекрасно, играют круто, вот. И, в общем-то, я тоже неплохо выгляжу, несмотря на кажущийся, свой, да, юный такой возраст. Ну, я надеюсь, что на iTunes тоже можно везде найти ее, на всех цифровых площадках, потому что с этой песней, конечно, начинать, особенно хмурое утро, это просто фантастика. Откроет дверь и называется Александр Добронравов. Саш, ну, начиная разговор с 83-го года, я понимаю, что ты подтверждаешь свою фразу, она одна из моих любимых. В одном из интервью ты сказал, я не долгожитель музыкального Олимпа, я гость долгий, да, потому что жителей на музыкальном Олимпе нет, там все гости. Вот, если уж смотреть именно как гость музыкального Олимпа, если с 83-го года, то это действительно серьезно. Мы должны прерваться на рекламу сейчас очень быстро, ну, и потом, конечно же, мы вернемся. Это очень важный момент, наверное, в любой радиопрограмме, а в нашей особо. Александр Добронрав сегодня с нами, оставайтесь, пожалуйста. Ну, что, наши удивительные встречи продолжаются, это действительно так. Сегодня в гостях музыкального салуна, это авторская программа «Сержи Лофти», Александр Добронравов. Начали мы уже из интересного звездного пути, начали уже из сюрпризов, так как он оказался не один, а вместе со своим продюсером Антоном Дориным. Ну, правда, честно говоря, я поняла, что эта фамилия у меня ассоциируется, скорее всего, или имя человека, да, с твоим клипом «Мужская исповедь». Там снялась какая-то совершенно невероятная актриса, забыла, к сожалению, ее фамилию, но ты сейчас напомнишь. Это очень сильный пронзительный клип, который называется... Ну, ты сейчас, пожалуйста, напомни и представь своего спутника пополнее. Значит, по порядку. Клип называется «Нежданно-негаданно». Нет, «Нежданно-негаданно», а актриса Любовь Гришнова. Так зовут замечательная... Любава. Да, Любава Гришнова, такая замечательная актриса. Я бы сказал бы, ведущая российская, молодая. Актриса, она сегодня, ну вот, прямо так расписан, у нее съемочный день, и она достаточно востребована. Она вот сейчас вот только что была в сериале «Возвращение на Россию-1», вот люди могли ее наблюдать. Она такая очень... Вот. И, конечно, она отлично выглядела и украсила мою скромную, так сказать, музыкальную фактуру. Вот. Рядом со мной Антон Дорин, да, он режиссер, он не просто продюсер. Вообще он... У него образование кинорежиссер, вот. Но он любит музыку в ней, разбирается очень тонко. Вот. Он достаточно молодой парень, но не юный, но он из другого поколения, вот. Он родился в 79-м году, вот. И мне очень приятно, что мы, несмотря вот на разницу в возрасте и в музыкальных пристрастиях, мы нашли вот эту ту тонкую грань взаимоотношений. И вот уже больше пяти лет мы идем вместе. Поэтому, Антоженька, тебе вот, пожалуйста, ну, расскажи просто немножко о клипе, может быть, да, вот как... Клип, насколько я понимаю, называется «Удар ниже пояса». Вы можете, уважаемые радиослушатели, найти... А, вы хотели... Да, да, я вот об этом, там, «Исповедь мужчины». Это действительно... Это год назад приблизительно вышел клип этот, да? Да. Юля, добрый день. Здравствуйте. Очень приятно. Здравствуйте. Хотел бы сказать, что с Александром мы познакомились в 2014 году, и сотрудничество уже идет с 2014 года. Почему Александр сказал про песню и клип «Неждан и негадан?» Потому что это такая первая видеоработа, большая видеоработа. Это первая песня, с которой мы начали сотрудничество. Надеюсь, эта песня еще прозвучит в эфире. Да, конечно. И, соответственно, в клипе «Неждан и негадан» песня дала еще название тоже целой концертной программе и альбом у Александра, в который вошло 16 песен. Потом была еще одна видеоработа интересная, могут все посмотреть в Ютубе. «Ангел, закрепленный за землей», «Ангел 3-3-3», где мы снимали в Вологодской области, где снялись все люди сельской местности, это не актеры. И третьей нашей работой уже стал клип, который вышел год назад, это «Удар ниже пояса». Снялась тоже актриса, но не, будем говорить, не широко известная всем, так скажем, слушателям и телезрителям. И тут именно подбор этой актрисы был связан с тем, чтобы взять абсолютно незнакомое лицо, не какой-то, так скажем, человека, который известен по таблоидам, масс-медиа, именно неизвестного человека, но человека, ну, не сделанного, что ли, сейчас, не отфотошопленного. Вот такую естественную красоту. Это Екатерина Алтынова, она также кинопродюсер, актриса. И вот такую мужскую исповедь мы придумали, год назад выпустили. Ну, там столько трагизма, столько натурального, это действительно получился какой-то документальный фильм. Если, уважаемые радиослушатели, вы соскучились по ощущению вот именно тех дорог, тех событий, наверное, так, да, вот по ту сторону океана. Да даже, в общем, машины, ведь здесь же все машины чистые. И если повторить, снять здесь этот клип, то очень сильно нужно будет пачкать ту роскошную машину, которая там в клипе, в кадре есть. Это было намеренно, кстати, сделано. Только это вот сразу отзывается, я не знаю, как вы это сделали. Вот эта вот разница, здесь всегда обозначена разметка дороги с правой стороны, да, по краю дороги. А там нет, то есть как бы буквально один кадр, красоты, абсолютно пейзажи, и ты понимаешь, что вот эта машина, ну, номер, естественно, да, но когда его еще не видно, ты понимаешь, что дорога та, а не эта. Ну, сделали вы, передали все действительно сильно. И, ну, наверное, по осени сейчас вот в такую погоду сложно будет вас смотреть, но если что, то вот, пожалуйста, найдите этот шедевр «Удар ниже пояса» называется этот клип, и как раз авторство Александра Добронравова. И ваше? Да, да, да. Я хочу еще, да, добавить поэта Дмитрий Солопов. Недавно у него был юбилей, поэтому, Дим, с днём рождения, не знаю, слушаешь, ну, может быть, в записи нас послушаешь. Ну, в общем, мы тебя любим, ценим, и спасибо тебе огромное за эту идею. Вот. Многим она, кстати, не по душе, моим соавторам. Вот. Ну, такая, может быть, очень пикантное выражение, но мы, так сказать, подошли с большим таким музыкальным чувством и вкусом. Поэтому вот спасибо, Юль, тебе за мнение, потому что ты так хорошо представила эту песню, и самое главное, ты прочувствовала её, и клипы, и музыку. Ну, я не знаю, человек, который бы не мог это прочувствовать. Хотела сказать, что калиуши мы о нежданно-негадном заговорили. Сейчас продолжим и послушаем эту вещь, да, это же в любом случае ваше сотворчество совместное. Давайте нежданно отлично. Да, просто огромную честь тебе делает то, что разговор о себе, ты начал разговор о своей команде. О команде, которая сейчас, о тех людях, которые вокруг тебя. То есть ты просто совершенно, да, это красиво, а рядом со мной, тын-тын-тын-тын. Знаешь, вот ты как раз из серии людей, я поразилась недавно, прям прочувствовала эту фразу, когда в клубе говорят, здесь так много звёзд, и как бы мы, да, смотрим наверх, да, звёзд, да, отлично. То есть ты абсолютно спокойно именно благодаришь и озвучиваешь фамилии, имена, все из тех, кто с тобой это творит. Итак, давай сворачиваем на нежданно-негадном, а дальше будем рояли из кустов выкатывать, потому что команда у тебя не единственная в жизни и не первая. А что за клип? Значит, нежданно-негадном когда был снят и о чём? В 2014 году, в декабре 2014 года, это, извините, что я так на себя перетянула, одеяло. Я очень рада, очень рада. Да, и песня стала знаковой. Антон Дорин. Да, 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 Александр написал эту песню очень давно, но, в общем, как-то вот мы эту песню выделили и сделали, ну, как в реалиях сегодняшнего дня, сделали ставку на неё. А клип о том, что главный герой, это Александр, приходит в некий такой дом воспоминаний. Он возвращается всё время, не только живёт будущим, но и прошлым. Вот этот вот дом, мы сделали такой водораздел, что мы прошлое оставляем где-то позади и продолжаем двигаться в светлое будущее. Да, в легендарном московском месте, это нескучный сад, красота такой, да, старый заброшенный особнячок, наверное, века 18-го. Хочу сказать о порэте, я всегда так делаю, как, знаете, как в лучших традициях песни года 76. Вот, автор слов Саша Антыков, вот, ему огромное спасибо за эту тему поэтическую. Спасибо. Давайте. Значит, нашим радиослушателям могу предложить посмотреть клип «Нежданно-негадно» на ютубе, а вот по радио мы сегодня её будем только слушать. Ну, в общем, декорации красивее, вы же знаете. Поехали. «Нежданно-негадно» Александр Дубранров в музыкальном салоне. Ну, видишь, как вошла. Приходила во сне, но глаза прошептали о главном Вроде всё позабыл, да не в руку берёзовый сон Ничего не начать, как героям из телеэкрана И уже никогда не звучать нам с тобой в унисон Слишком много всего, слишком мало любви и терпения Но я жду по утрам, как итог твоего возвращения И зачем-то спеша отпираю балконную дверь Нежданно-негадно, забыто-заброшено Разглукой засватаны судьбой нехорошей Темной нарисована, основ разукрашена Но крепкие засовы от счастья, от нашего Ничего не забыть, время раны людские не лечит Лечит только любовь, но чем дальше черствия и душа И кричу не в попасть, понимая, что сам я не вечен Что живу бестолково, бездарно, безумно греша Приходило во сне мне напомнить о нашей разлуке Как из прошлого след, только прошлому все же не верь Ты в объятиях берешь этот сон, сразу видно не в руку И зачем-то спеша отпираю балконную дверь Нежданно-негадно, забыто-заброшено Разглукой засватаны судьбой нехорошей Темной нарисована, основ разукрашена Но крепкие засовы от счастья, от нашего Нежданно-негадно, забыто-заброшено Разглукой засватаны судьбой нехорошей Темной нарисована, основ разукрашена Но крепкие засовы от счастья, от нашего Музыкальный салон на Руисе и Радио Это авторская программа «Сержи Ловти» И сегодня у нас в гостях Александр Добронравов Это и певец, и композитор И на самом деле, наверное, прежде чем говорить такие слова Нужно сказать автор, каких хитов он, собственно, есть Поблагодарила я уже Александра за то, что начали мой разговор С того, что он поблагодарил всех вокруг него Всех тех, кто творит вместе с ним сейчас И каждый раз, когда он говорит о своих фильмах и клипах и песнях Он обязательно упоминает всех тех, кто вместе с ним работал над ними И, честно говоря, вот сейчас сразу же хотели отмотать на первые коллективы Вот не прямо не с самого-самого начала А все равно вот с нами на связи Замечательный человек Я так понимаю, что сейчас будет тоже сюрприз Привет, Игорь Привет, привет, Юля Привет, Саш Конечно, я очень рад слышать вас в эфире Игорь Яростов Игоряшик, я знал то, что ты будешь, но этот голос не узнать невозможно Нет, ты не знал, я тебе не говорил Да, я знаю, но нет, я чувствовал Он чувствовал Да, да, да То, что Игорь появится в эфире, и это произошло Это очень здорово Игоряшик, я очень рад тебя слышать И не так часто мы общаемся Я вот тогда был в Нью-Йорке Я до сих пор себя корю за то, что я, блин, не нашел там полчаса или час Но нам бы этого, ну, естественно, не хватило Но просто увидеть тебя, пожать руку, обнять И просто где-нибудь кофейку попить Ну, видишь, жизнь такая очень быстрая Ребята, ну, вы скажите вначале То есть, каких же лет вы сейчас с нами здесь в эфире разговариваете? То есть, вот Я расскажу Вот, давай, хорошо, спасибо, Игорь Давай, Игорь Да, я работал в Веселых Ребятах Это было, по-моему, уже 88-й год И 87-й, 88-й, по-моему Да, 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 88-й И когда Саша Гуйнов, Саша, собрался уходить в сольное плавание Вдруг нам на репетицию пришел, так сказать, пианик Который пригласил Павел Яковлевич Слободкин Спокойный, к сожалению Это группа веселые ребята Да, красный небес И заходит вдруг мальчик такой в очках Ну, чистый просто, вот, шахматист Математик Поверь Ну, когда он сел за инструменты, начал мультифировать Начал петь, мы невольно так все перегрельнулись Потому что, ну, настолько вот искренними Так и сейчас, на самом деле, он остался точно таким же Таким искренним романтиком Пши, поющим, любящим музыку, видно Прекрасно играющим на инструменте Замечательно поющим Не как, знаете, что мне понравилось особенно, Саша Не то, что он пел, как соли в певет Да, как там Леша Глузин или Добрынин, Саша А вот как музыкант-исполнитель Это наиболее чувственно для меня, как для музыканта Вот что у Саши есть Вот такая интеллигентная, романтическая Такая с легкой романтикой Пение душевное К тому же, он замечательный композитор Он поет свои собственные песни И это нас, конечно, очень вдохновило тогда И он замечательно влился в коллектив веселых ребят И мы очень много лет работали с Сашей на одной сцене Мало того, очень часто жили в номере в одной гостинице Ну и сами понимаете, все, что было Все, это действительно прям свидетели живые Я просто хочу дать короткую справку Если вдруг кто-то еще не узнал голос этого человека По телефону сложно Хотя вы можете слышать В живом, прямом радиоэфире Американских русскоязычных радиостанций Здесь вокруг Все равно представлю Игорь Ерастов Это бас-гитарист Группа «Веселые ребята» Вокально-инструментального ансамбля Это тогда называлось Вот где, собственно, с Александром Домбранравовым Они и встретились А до этого Это была группа «Здравствуй, песня» Тоже вокально-инструментальный ансамбль А вообще Человек после Московской консерватории И три года учился в консерватории На контрабасе Класс контрабаса И, конечно же, нам всем очень повезло Потому что в 91-м После ухода из «Веселых ребят» Он приехал сюда, по эту сторону океана И воплощает свои потенциалы Творческие, профессиональные уже здесь Здесь мы с ним можем встречаться И прям, Игорь, вот сейчас заручусь Обещанием в студии встретиться И по истории Пооткровенничать и посекретничать Хорошо? Я 108 призываю Сейчас, конечно, о Саше А сейчас, конечно же, о Саше Потому что Я так слышу и вижу на интернете Что идет такая волна Юбилейных концертов Да, Саша? Там сколько? 30-35 деятельностей? Это потрясающе Ну, 35, да 35 творческой деятельности Да, Игорь, знаешь, так как-то я Плюсовал с 85-го Еще три года Вот так ты думал, что с 88-го там Идет отсчет Но все-таки Да, да, но там Да, было Мама там И мы же Еще там всю эту Ресторацию прошли Все Конкретные и крупные точки Московских Ресторанов мощных Там, где мы играли просто В одну ферму И откуда Вообще Весь опыт И вся практика Поэтому Как Иреша сказал Играли одну ферму Прям пахнуло В 80-ми Вы о песне года, пожалуйста Повспоминайте сейчас С Игорем И потом про то О том периоде Когда Кокупательные в России Вечера Собственно, произошли Но сначала Это еще веселые ребята И это еще песня года А какая это была песня Какого года? Ну, тогда было Безнадежное время Это был Конец 80-х Сказать, 90-х Поэтому Родилась У Саши Саша родился Так сказать Шляг срока Родилась По-моему, на гастроле В Киеве мы были И вдруг Он что-то такое Тра-ля-ля Тра-ля-ля Какая безнадега 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 Погоди, еще немного Ну-ка, да Мы начинаем Певать эту песню И Мы хватаем ее Записываем И посылаем В Москву Ларисе Рубайской И моя Наташа Орлова Ну, не хозяйка Магазина Санкт-Петербург Отвезла Ее Тут асет Где Саша Напел Так сказать Припевы Потому что Запевы не были Еще тогда готовы Саша Скинул припевы И мелодию И буквально Через несколько Смех Вот эту Имеешь в виду Да Она Но здесь Новая версия Вот Это моя Авторская Да Но все равно Это Неплохая Она так Потихоньку Позвучит И попали И попали В финал Спел Ее Тогда Женя Ельцов Да Вместе С Сашей Ну Это было Мало того Насколько Понравилась Песня Что Мы ее Два раза Даже Пели На песни Год А В этот же День Какой там Безнадежный Год был Напомни Пожалуйста Игорь Это был 90-й 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 Хорошо Прямо буквально Минута Позвучит Да Сделай так Чтоб мне везло На колдую дачу На пророчь От беды Меня спаси Безнадежу Унеси Прогони Мои печали Прочь Не Ну правда Это же здорово Да Безнадежа Безнадежа От тебя К надежде Велга Ну что Духом пахнуло Вам Да Вот это все Да Немножко Переделали Уже Ну по современе Да Ну конечно Да Это безнадежа Типа уже уходит Тогда было Безнадежа Ну конечно Ну я Попросил Да Я просто Рубайскую Лару Попросил Немножко Подкорректировать Текст Ну вот на 90-е Года Да И получилось И уходит Безнадежа В безнадежу А первоначальный Текст был Конечно Полечу За океан За сеней птицей На чудесный Да 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 Вот поэтому Я и улетел Потом весной После премьеры В январе 1 января 91-го года В апреле Я улетел А наиболее Смелые И сильные Мои товарищи Остались Да Кстати Да А товарищи У тебя отличная Поздравствуй песни Игорь Просто Я восхищаюсь Той вашей командой Это и Игорь Матвиенко И Сережа Мазаев Вот Это просто Сегодня Это Цвет Русской Музыкальной Песенной Культуры Поэтому Вот именно Ты был Да Тоже не скромничай Поскольку Ты относишься Туда же К этой же команде Спасибо Спасибо дорогой Повезло И встречи С такими музыкантами И с тобой Было очень много Вдохновенных моментов И на концертах И на студии И в жизни Но есть еще один момент Нашей с тобой Совместной Так сказать Жизни В хорошем смысле Это В Соединенных Штатах О Так это Это вообще Целый пласт Наших Взаимоотношений Ну конечно Игорь Ты мне очень Помогал И все таки Мои полтора года Не без оснований Можно считать Ну Не эмиграцией Но такая Длительная Творческая Командировка Командировка Конечно Да В которой мы и общались И ты знал Все мои И радости И невзгоды Делил вместе Со мной Заезжал Ко мне Где Где я жил Но знал Всю Всю Историю Моего Проживания А это очень важно И тем более Конечно нас связывали Четыре года Совместной Музыкальной деятельности Веселых ребятах И действительно Это незабываемо И это на всю жизнь Самое главное Знаете что Юля, Саша Что Вот эта Вот эта часть Жизни Сашиной Она Очень сильно Тоже повлияла На его жизнь Последующую Поскольку Здесь немножко Поменялось Поменялось Какое-то мысленнее Мы может быть Стали взрослее все Чем и пошли Другие Вот это вот Ностальгия Развука Песня Так уповеденная В России Вечера Развивалась У Саши Подожди А вот сейчас Мы прорвемся На пару минут На рекламу И продолжим Оставайтесь с нами Это музыкальный салон Александр Добронравов У нас сегодня здесь И Игорь Ярастов Пожалуйста Не выключайтесь Мы с вами Ну что Мы продолжаем Музыкальный салон Сегодня мы Объединяем историю И уникальных людей Музыкальных Тех самых Которые стояли У истоков Всего того Чем мы сейчас Живем Что мы сейчас Слушаем И это действительно Из первых уст Люди делятся Тем что Тогда происходило И тем что Происходит сейчас А подошли мы С вами Между прочим Прямо вот На ребрышки На лизовые бритвы К истории Возникновения И создания Песни Песни Кокупательный В России Вечера Потому что Александр Добронравов У нас сегодня В гостях В музыкальном салоне И Игорь Ярастов Который сейчас Здесь с нами На связи тоже Игорь ты здесь? Да конечно Вот Вот оно Вся правда Сейчас Как хлынет Итак Во многих интервью Саша говорил О том что Мелодия Очень быстро Пришла Кокупательный В России Вечера Что она возникла Буквально Без каких-либо Мучений И что Возникло Это Июльским Вечером Закатным Когда Из окна Было Ну Саша Рассказывай Я же Все правильно Помню Ну да Так и было Это был 96 Год Это был Оушен Эвеню И Эвеню Ар Там Я жил В добром Здравии И Окруженный Заботой И любовью Вот Такая была У меня История Отношений Вот И в один Из таких Июльских Вечеров Действительно Как-то так Захотелось Что-то Написать Ну Бывает Так вот У авторов Такая Потребность И С собой Я взял Маленькую Знаете Такую Брошюрку Книжицу Стихов Вот Она Небольшая А в таком В мягком Переплете Вот И начал ее Листать И Остановился На стихотворении Под названием Триолет Вот И там Была строчка Как у поительной В России Вечера Что Конечно Меня Просто Да Водохновила И Заставила просто Остановить Взгляд И какая-то Эмоция У меня Сразу Проснулась И я Вспомнил Все Что до этого Было И Вспомнил Вспомнил Россию Своих детей Маму Папу Вот Поэтому Жен Конечно То есть Ну вот Как-то так Вот Все это Вот Все то Что Связано Со мной И как 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 Упоительная Вот Не думая Просто Я взял И Написал Причем Строчка Там Одного Ритма А Остальные Строчки Там Первая Строчка Идет Как Упоительная Две Другие Там Другого Размера И Заканчивается Четвертая Строчка Как Вообще Восемь строчек Было Всего Это Может Там Да С С С Я тебя Прерву Да Да Непонятно Непонятно Как бы Форма Песни Поскольку Как Кстати Часто У Саши Бывало Непонятно Где Начинается Запев Где Припев И что Такое Припев Как Упоительные Име Следующая Часть Там Да С Вот В этом Весь Саша У него Вот Он мог Поймать Какой-то Крючок Сделать На него Упор И Как Когда-то Например Юрий Антонов Хотел Написать Песню Без припев И у него Получилась Эта Песня И вот Здесь Тоже Я считаю Что Гляжусь Тебя Как В зеркало До Голова Окружения Нет Нет Красиво Я сейчас Помню Какая Какая Песня Татара Да Татарададам Как это Не помню На нелетящей походке Там ярко выраженный припев Нет Я вспомню Скажу Дело не в этом Дело в том Что Как у поителя Тоже нельзя понять Где припев А где запев Ну Ну Настолько Она Популярна Что Она стала Песней Года Тогда Когда Саша Ее Причем Сначала Не сам Ее спел Но это Уже Саша Захочет Об этом Но Это конечно Шедевр И только за Эту одну песню Саша Можно поставить Спасибо Everything Да То есть вы Как-то не сговаривая Все-таки решили Друг другу Ее вот Напомнить Ну потому Что Это тоже Часть нашей жизни Самое интересное Саша Вместе С нашим Тогдашним Партнером Виталиком Лебановым Которого К сожалению Сейчас нет Но Великолепный Музыкант Он К сожалению Ушел от нас Они придумали Вот такое Имя Еще Назвали Фельдман Рабинович Объяснив Две Еврейские Фамилии Учитывая Часть Моего Моей Национальности И вот С этим Именем Я спродюсировал С Сашиной С частям Саши Виталика Вот такой Проект Под названием Бруклин Бридж Успели С писать Несколько песен И даже Снять что-то И у меня Где-то Эти съемки Есть Если они Еще не Размагнительлись Я обещаю Что я Постараюсь Это было Да Это было бы здорово Я даже Помню Эти съемки Мы там Под Под Бруклином На стороне Бруклина Под Бруклинбридж Как раз Снимали Виталика Машини Помнишь В этой Такой Итальянской Тем более Там Антон Дорин Сейчас рядом Присутствует Сейчас он Соберет Эту историю И соберет Вместе Включив Настоящее Еще была Целая эпопея Сережи Крыловым В котором Саша Здесь тоже Большой компанией Все это участвовали Ну вот Бруклинбридж И песни Которые были сделаны Я думаю Что можно послушать Как раз Давайте поставим Конечно Виталик Виталик Да Вспомним Виталия Вот И Виталий Уникальный был Спасибо огромное Игорь Ярастов Александр Добранравов И невероятное время То самое Которое мы сейчас Вспомним А потом продолжим И историями О Сергея Крылове И еще Сюрпризными Какими-то делами Конечно же Прозвучит Как у Поведенного Россия вечера Тоже Спасибо огромное Я наверное Оставлю вас в эфире И еще раз Огромное спасибо Русрадио Да Русрадио Юли Спасибо Игорь Мы ждем студии У нас обязательно Должна быть Наша история музыкальная Где мы Саш пригласим гостем Хорошо Саш Обещаю Все поехали Обещаю Саша Как я слышу Мы еще с тобой связи Спасибо Мой дорогой Спасибо за Участие И просто Тронул душу Спасибо 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 Субтитры 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 Спасибо Спасибо Игорь Спасибо Субтитры 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 До этого была «Розовые розы». Это была песня «Года», и это были еще «Веселые ребята». Вспоминайте, как же это все происходило. Вспоминайте, Натушка, давай. Ну как, ну «Розовые розы». Мы написали с Павлом Яковлевичем «Слободским» для «Веселых ребят». Именно в этот момент мы как раз познакомились С Сашей, вот, и с Сашей мы уже сотрудничаем очень давно, у нас очень много песен, но меня никак не покидает цветочная тема, там розовые розы, и вот ромашки для Наташки. Ну, так всегда, ромашки для Наташки и виски для Сашки. О, вот это продолжение замечательно, оно и в песне есть. Этот препят не вошел в песню. Я думала, какая-то версия есть, скрытая. Да, ну, он остался, да, закатом. Да, ну, на самом деле, у нас с Сашей очень много песен. Сашуль, может, ты расскажешь, ты все-таки передачи-то о тебе? Да, ну, смотрите, ромашки для Наташки – это знаковая песня, из которой я, в принципе, и остался в 95-м году в Нью-Йорке на полтора года. Вот, потому что Наташка сказала мне, поехали на Брайтон к Вене Свердлову, вот. Он, кстати, автор музыки, вот. И она говорит, ну, вот, студия, давай, попробуй, запиши. Я, причем с лету, у нас там было, ну, час или два, и я просто тут же в студии сделал аранжировку, забил там на клавишах, ну, как обычно, барабаны, бас, там, клавиши, что-то такое. Вот, и все, и встал к микрофону и спел, вот. И Наташа взяла эту запись, вот, и говорит, все, я ее… А получилась песня, вот, ну, мы сейчас послушаем ее. Вот, и просто она отдала на радио в 95-м, и это был апрель месяц. И все, и она попала в заказники и стала такой популярной, что она, Наташа, потом через неделю, она говорит, ну, ты видишь, весь Нью-Йорк просто поет эту песню, вот, «Ромашки для Наташки», чему я был, ну, во-первых, рад, конечно, и удивлен. Она говорит, оставайся, давай сделаем альбом, сделаем проект, вот, и будем, так сказать, дальше поедем в Россию и будем очень популярны, знамениты и богаты. Ну, в принципе, что и произошло. Что-то произошло. Но после этого у нас еще с Сашей был период, когда мы много песен написали для ансамбля «Белый орел», у нас там очень красивые были песни, да, Сашуся? Да, конечно. Любовь воздушный, шар. «Ночное солнце», «Другая», «Три гвоздики», «Три гвоздики», поставлю в вазу, «Три гвоздики» для нас, «Я куплю тебе новую жизнь», это вообще просто, конечно, «Я куплю тебе новую жизнь». Так бывает, наверное, в жизни люди для чего-то встречаются, потому что я думаю, что у каждого человека, который пишет, есть свой соавтор. Вот мы как-то с Сашей, не знаю, биологически, по жизни, по судьбе совпали, и когда вот я с ним пишу, он чувствует, что я хочу услышать, какую музыку я хочу услышать на свои стихи. И у нас всегда получаются, ну, не будем, да, как бы, ну, не будем себя хвалить, но у нас получаются хорошие песни, да, Сашуль? Да. Мы стараемся, во всяком случае, да. Мы как бы, наверное, нас по судьбе Бог не зря свел, а вот именно для такого творческого союза, и потом мы, в принципе, большие друзья с Сашей, вот, собственно говоря. Как же это прекрасно слышать, настолько гармоничные отношения, очень жаль, что вы так далеко сейчас. И, Саш, мы тебя тогда вот ждем для того, чтобы концерты здесь, хочешь, юбилейные, да, как-то и сотворчество. Мы недавно с Сашей виделись в Москве еще до вот этой... Да, 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 когда еще была возможность. Но мы, да, мы не так давно виделись, да, Саш? Да, кстати, да, да, мы отлично провели время, вот, и я увидел Борю, вот, и, ну, я его и раньше видел, но просто... Ну, Саш, я думаю, что прекрасная половина наших радиослушателей выдохнула при уточнении, что у нее все-таки есть муж, а тут вот столько совпадений. Хорошо. Да, кстати. Да, кстати, вот, когда я была в Москве, у меня в моей квартире оставалось пианино, но я на пианино играю, но не очень хорошо. Я... Это пианино, на котором... Это пианино, собственно говоря, из квартиры моих родителей, моего папы, мамы. На этом пианино никто только не играл. И Островский, который написал песню «Поседа будет солнце», и Добрынин, и Антонов, в общем, все, кто там приходили, и Туликов, и Фрадкин, абсолютно все. И я подумала, что, в принципе, вот, как-то мне хочется, чтобы эта пианино была в хорошем доме, потому что я на нем не играю, а пианино надо ухать. И я его, вот мы просто говорили с Сашиной женой, я говорю, возьмете. И, в общем, это пианино я подарила Саше, оно теперь у Саши, и мне просто очень приятно, что к этому пианино прикасаются Сашины руки. Я надеюсь, что это поможет ему еще больше-больше писать хорошей музыки. Фантастика. Да, моя дорогая, спасибо тебе огромное за такой подарок. Это пианино с историей. Оно заряжено реально, да, вот этой всей энергетикой, прикосновениями, да. Да, на нем кто только не играл, да. Да, действительно, энергетика бешеная. И Женя Мартина, к нам приходили очень многие, очень многие приходили к нам в дом, и все, в общем-то, вот на этом, садились за это пианино, и, в общем-то, так было, что они напевали песни. Короче, это пианино, я рада, что оно в хороших, в хороших руках у моего друга. Ой, Наталья, спасибо вам огромное. Это такое удивительное, наверное, совпадение сейчас, что можно в эфире говорить об этом. Давайте будем слушать эту песню «Ромашки для Наташки». Саша, а для тебя эта песня что значит, вот помимо всех этих поворотных моментов? Для меня самое главное, что, ну, действительно, она просто повернула мою жизнь. Ну, песня хитовая, вот, и она действительно разлетелась тогда на все радиостанции в России. Да, хочу еще отметить одного человека, которого, в принципе, никогда не отмечал и о нем не говорил. Это роман Левков, который, в принципе, помог мне также сформироваться и помог финансово на тот период. Вот, и, в общем-то, он со мной тогда и работал, и мы с Арсом начали работать на тот период, да-да-да-да-да. И мы сняли видео и начали его размещать. Поэтому эта песня, она как такая вот заявочная 90-х годов до «Белого Орла», до всех, так сказать, моих других побед. Это моя вот авторская такая была сольная первая удача. И, конечно же, это самая главная песня, которая оставила меня в Нью-Йорке, и с этой песней изменилась моя жизнь кардинально. Ну, да, собственно, да, так мы прошли еще разочек по этим вехам. Наталья, спасибо вам огромное, это было просто чудесно, услышать это все из первых поисков также. И до скорых встреч, а мы слушаем тот самый хит, которым вы одарили всех в то далекое время. Спасибо вам. Хорошо, спасибо, до свидания. Натосенька, пока. Субтитры сделал DimaTorzok Девчонка, пока. В графине стоят, не завянут они Хоть тебя со мной нет Ромашки, ромашки, ромашки для Наташки На картине лета, холод на дворе Ромашки, ромашки, ромашки для Наташки Белые ромашки в белом январе Белые ромашки в белом январе Словно птицу тебя окольцует другой Только мне все равно, что ты чья-то жена Не сотрешь то, что было, как иней рукой Как разлуку не пей, да не выпьешь до дна А за окнами снег в виде белой фаты Может быть, словно сон, ты забудешь меня И застынет любовь, словно в рамке цветы Свежим запахом лета немного дразня Ромашки, ромашки, ромашки для Наташки На картине лета, холод на дворе Ромашки, ромашки, ромашки для Наташки Белые ромашки в белом январе Белые ромашки в белом январе Ромашки, ромашки, ромашки для Наташки Ромашки, ромашки, ромашки для Наташки На картине лета, холод на дворе Ромашки, ромашки, ромашки для Наташки Белые ромашки в белом январе Белые ромашки в белом январе Белые ромашки в белом январе Вот такой хит Оказывается, он из 95-го года И оказывается, он за своей суперисторией Спасибо Наталье Плецковской Которая сейчас также соединилась с нами И Александр смог пообщаться в прямом эфире Саш, ну, по-моему, у тебя хорошее настроение Ну, ничего, да Просто мы здесь наметили 17 песен Ну, вот знаешь, истории А попутили только 5 На месяц и 17 Это была музыкальная программа А то, что ты делаешь и говоришь, чем делишься Это бесценно Тем более, если такие огромные глыбы Как Игорь Ярастов присоединилась к нам И как вот ненадолго совсем Наталья Плецковская Нет, это просто здорово А мы обязательно всем порекомендуем Что же нужно слушать, да И, конечно же, еще в эфирах будем обязательно напоминать Что вот эта песня Александра Добронравова Пожалуйста, обратите внимание А можно сейчас обратить внимание На историю твою со Сергеем Крыловым Оказывается, она была и американской тоже Просто то, с чего началось наше сейчас общение И наш эфир Это с осени и золотых листопадов Вот здесь, в Нью-Йорке, как раз такая прекрасная осень сейчас Несмотря на то, что, по-моему, сегодня дождит Все-таки дождит Все равно очень-очень красиво Осень и золотые листопады Что с этим связано, словосочетанием? Это было до того, как ты с Крыловым начал делать проекты? Или это было во время? Я с Сергеем познакомился в 87-м году на студии «Рекорд» Познакомил нас Андрей Разин И в 89-м году Сережа с моей песней В далеком Бискальском заливе Стал профессиональным звездным артистом В программе «50 на 50» Я уже работал веселых ребятах И так мы по жизни прошли Потом веселые развалились в 92-м И я с ним начал работать сольно Как аккомпаниатор, как музыкальный руководитель Уже его проекта И в 95-м, в 94-м мы выехали в Нью-Йорк С группой «А-студио» на хит-фекторе Мы записывали альбом Это был первый раз Это была первая моя поездка заграничная А второй уже, 95-й год, я с Сережей остался И уже вот наши, ну не то что разошлись пути А я пошел своей дорогой А Сережа своей Но мы дружим вот 33 года получается Вот и конечно осень золотые листопады Я хочу вспомнить студию ВКТ Где мы как раз, наверное, Юль, и познакомились с тобой Твой замечательный муж Андрюша Суботин Да, царство ему небесное Вот мы записали песню «Осень золотые листопады» И она была впервые исполнена 1 мая 93-го года Были волнения в Москве Но мы были в Орле И эту программу поставил первый канал Было 135 тысяч человек на этом концерте Был огромный марафон «Москва-Орел» Вот, и мы с Сережей вот именно исполнили впервые эту песню И она стала вот такой визитной карточкой нашей дружбы И очень любимой песней всех музыкантов всего русского мира Вот я думаю, что так Ну, можно ее послушать просто-напросто Да, ты знаешь, только придется нам сейчас быстренько прерваться на рекламу И еще хотелось бы сказать, что компания ВКТ И музыкальная студия ВКТ Тоже вот уже полтора года как нет Лены Дединской, Лены Павловны Думаю, что ты тоже должна потом знать Прости, что прям в прямом эфире, да, это действительно так Но это такие музыкальные истории, такие пересечения Которые, конечно, сложно не затрагивать с такими моментами Хорошо, буквально пару минут мы вернемся Опять же поднимем историю с осенью и золотыми листопадами Но сразу же после рекламы Ну что, несколько минут осталось до завершения нашей сегодняшней программы Авторской программы «Свершиловцы. Музыкальный салон» Это действительно было очень интересно Встреча наша с Александром Добрыниным Это... Добронравовым, простите Я просто... Настолько шквал здесь звонков И столько здесь интересных комментариев И столько здесь о розовых розах сейчас было написано Что это удивительно Спасибо вам, уважаемые радиослушатели, за смски И о Плесковском здесь много слов Я думаю, что нам обязательно нужно будет Ведь день рождения сейчас, да, юбилей Если, вот вы знаете, да Мы обязательно встретимся с Натальей Поговорим по этому поводу Обязательно поздравим И вспомним все то, что происходило и в этом пласте жизни Я даже не представлял, насколько же мы разворошили Ощущение ассоциации наших радиослушателей Спасибо за тепло вам, уважаемые радиослушатели И спасибо, Саш, тебе за такой поток Который настолько открыто и здорово разносится И несется здесь с нашего музыкального салона Что настолько вот отклик большой Заговорили об осени Знаешь, вот 10 минут до конца программы Давай-ка мы сначала ее послушаем А потом вернемся и попрощаемся со всеми И еще на кончике программы чего-то такое Послушаем, что ты хотел бы Хорошо? Да Поехали Осень, золотые листопады Ой, исполнилось Мой часок прошедший день уносит С новым днем в мой дом приходит осень Осень, золотые листопады Ничего другого мне не надо Осень, золотые листопады Ничего другого мне не надо Осень не приносит грусть разлуки Вновь пишу я песни не от скуки От того, что осень наступила Что любовь моя меня забыла От того, что осень наступила Что любовь моя меня забыла Осень, осень Золотые листопады Ничего другого мне не надо Осень, осень Золотые листопады Ничего другого мне не надо Дождик по стеклу бежит ручьями Письма я пишу тебе стихами Снова эти письма не отправлю Я любовь свою себе оставлю Снова эти письма не отправлю Я любовь свою себе оставлю Листья нежно в воздухе гружаться Тихо-тихо под ноги ложаться Грустно мне, не знаю, что со мною Осень, я люблю тебя такою Грустно мне, не знаю, что со мною Осень, я люблю тебя такою Осень, осень Золотые листопады Ничего другого мне не надо Осень, осень Золотые листопады Ничего другого мне не надо Осень, осень Золотые листопады Ничего другого мне не надо Вот такая осень Песня, которую очень-очень хотелось послушать Именно поэтому случился наш сегодняшний эфир с Александром Добронравым А все то, что произошло вокруг Это, конечно, совершеннейшая фантастика И наша невероятная встреча с человечищем музыкантом Игорем Ярастовым Мы обязательно увидимся с ним еще в нашем эфире не раз Наталью Плецковскую мы тоже благодарим Также благодарим Сергею Ловте за его авторскую программу «Музыкальный салон» Передаем привет Александру Борисову, Алексею Кану, Катюшу Суботину, Максиму Чельку, Сергею Штрифан И действительно очень-очень рады были все эти два часа Осталось пять минут до конца нашей программы Саш, чем будем заканчивать? И что эта песня значит для тебя? Почему ты ее выбрал на завершение программы? Юлечка, я хочу эту песню посвятить тебе и всем женщинам Не только города Нью-Йорка, но и всего мира Тем женщинам, которые понимают русский язык Ну и вообще Это просто «Одинокая волчица» Это такая вот песня Посвящена именно Женщине в современном мире То, что То, что сегодня происходит, да Она сама боится Просто «Одинокая волчица» Не любого может полюбить Словно неприступная царица Не купить нельзя ее Не приручить Да, только любовь Саш, спасибо 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 вам Это была фантастичная встреча Я очень надеюсь, что не последний раз Прости за грустные нотки Которые, к сожалению, тут у нас проскочили Когда мы вспоминали людей Наших близких, любимых, родных История большая А у тебя история просто невероятная Не знаю, может быть и нет Как ты считаешь, жителей на Музыкальном Олимпе Но небо жителей есть По-моему, ты оттуда Среди них Спасибо тебе за твой вкус За те песни, за музыку Это музыкальный салон Я Юль Гениуш Это Александр Добронравов Слушаем ту самую песню Которую он нам дарит напоследок Счастливо Спасибо До встречи вам через неделю Саш, до скорых встреч Спасибо, счастливо Ее не всегда среди женщин земных угадаешь Но если увидел То глаз уже не оторвать И дрогнет душа Потому что ты даже не знаешь Чего и когда Можешь ты от нее ожидать В зеленых глазах Утопают ближайшие звезды И лучше поверь На пути у нее не стоят А если внезапно уйдет Значит это серьезно Подарит улыбку И станет загадочно ждать Просто одинокая волчица Ни любого может полюбить Словно неприступная царица Ни купить нельзя ее Ни приручить Когда ее лед перед сердцем горячим растает Забудет она Своего одиночества Боль Забудет знакомую роль Что так долго играет Как будто воскреснет И снова поверит в любовь В зеленых глазах Утопают ближайшие звезды И лучше поверь На пути у нее не стоять А если внезапно уйдет Значит это серьезно Подарит улыбку И станет загадочно ждать А если внезапно уйдет Значит это серьезно Подарит улыбку И станет загадочно ждать Просто одинокая волчица Ни любого может полюбить Словно неприступная царица Ни купить нельзя ее Ни приручить Кто хотел взаимности добиться Перебрали тысячу причин Просто одинокая волчица Ищет своего среди мужчин Просто одинокая волчица Ищет своего среди мужчин Просто одинокая волчица Ни любого может полюбить Словно неприступная царица Ни купить нельзя ее Ни приручить Ни купить нельзя ее Ни приручить